День Учителя Всех посчитают. В Чебоксарах заканчивается инвентаризация дворов. Чувашские аграрии могут завоевать более 60 медалей на Всероссийском форуме в Москве. Итоги отраслевых конкурсов подведут уже в эти выходные. Традиционная выставка «Золотая осень» продолжает демонстрировать успехи сельскохозяйственной сферы. С места событий репортаж Дмитрия Ковалева. Сыры ручной работы из Ярославля, Камчатская нерка, чувашские деликатесы из мяса. Для поклонников гастрономического туризма на этой выставке «Раздолье и рай». Своей экспозиции ВДНХ развернули свыше полутора тысяч предприятий. Здесь и экологически чистая продукция, и современная техника для села. Из Чувашии в Москву приехали более 25 товаропроизводителей. У нас здесь сегодня участвуют ведущие перерабатывающие предприятия Чувашской Республики. И кондитерка представлены, и мясная, и молочная отрасль, и фермеры представлены. Также в рамках выставки будут проведены встречи с руководителями ведущих департаментов по развитию отрасли. Агропромышленный комплекс Чувашской Республики один из самых перспективных, с новыми точками роста. Это, вы знаете, новые поручения, да, это импортозамещение хмеля, это развитие семеноводства овощных культур, расширение практического применения знаний. К своему профессиональному празднику аграрии страны подходят с внушительными итогами. В России в этом году будет намолочено порядка 130 миллионов тонн зерна. Рекордные цифры. Что исключительно важно, увеличилась урожайность с гектара, в целом и больше мяса, и мясных продуктов. Развивается пищевая промышленность. Ожидаем, что в этом году ее рост составит почти 3,5%. Опираясь на эти показатели, отмечает Дмитрий Медведев, строится и система государственной поддержки. В этом году сельхозтоваропроизводителям было выделено более 240 миллиардов. И в следующем году мы будем стараться, чтобы уровень поддержки не просто сохранился, но и был увеличен. Такие параметры в государственный бюджет уже заложены. Продовольственная безопасность обеспечена, но необходимо двигаться вперед. В Минсельхозе страны задали ориентиры. Продолжит развиваться селекционная сфера и подниматься уровень качества производимой продукции. Будут увеличены и объемы экспорта. Мы говорим о том, что нам нужна новая инфраструктура продавать не только на Запад и в Азии, но и на Восток. У нас практически нет припортового инфратора. Нужно создавать новые мощности, чтобы порядка 20-30 миллионов тонн в течение 10 лет уже научиться отгружать. Естественно, имеем современные, новые технологии. Официальная программа выставки насыщенная. Конференции, круглые столы, деловые переговоры. На полях агрофорума Чувашская сторона подпишет соглашение о поставках на льготных условиях зерноуборочных комбайнов. Расширить границы партнерства с регионом намеренные члены ассоциации «Теплицы России». Агрофирма «Альдерийска» вошла одним из акционеров в новый торговый дом под названием «Объединенные тепличные комбинаты России». Вот такой новый торговый дом, который будет именно помогать по хорошей цене реализовывать продукцию по всей большой нашей стране. Совместные проекты с республикой в агросекторе намерены реализовать и другие регионы. «Хотелось бы, чтобы, может быть, мы обменивались племенным фондом, но пока что этот рынок очень свободный, и поэтому мы находим там в нишах, ну скажем так, их много, и они не заполняют весь рынок». «Все перспективы». «В этом большая перспектива, это на будущее». Выставка «Золотая осень» будет работать еще два дня. Лучшим предприятиям вручат медали. У аграриев республики есть шанс собрать большой урожай наград. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы. И сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России, где обсуждались вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и улучшения инвестиционного климата в регионах. И к основной теме дня. 5 октября в России празднуют День учителя, а ученики негласно соревнуются между собой в оригинальности поздравлений. В 61-й Чебоксарской школе, например, сегодня устроили золотую вечеринку для учителей. Поздравляем! Все началось с проходки по красной дорожке. В селе бритей леди джентльмены из 20-30-х годов сегодня в центре внимания. Мы хотели, чтобы учителя почувствовали себя хозяевами этого праздника, поэтому мы решили сделать красную дорожку, чтобы они пришли в школу и почувствовали всю атмосферность нашей темы. Мы, конечно, тоже не можем подвести своих детей, и мы тоже стараемся, готовимся выглядеть в данном стиле, и прекрасно понимая, сколько они вкладывают сил, труда и любви в какой-то степени. И поэтому большое спасибо нашим детям. Дети самостоятельно управляют школой, среди них новый директор, заучи, учителя. Поздравляем вас, учителям! А настоящие педагоги получают поздравления, цветы и дарят аплодисменты выступающим. Несмотря на то, что необычно отмечать День учителя в 61-й школе становится традицией, детям еще удается удивлять своих наставников. Безусловно, организованности, благодарности и командной работе ребята учатся у своих педагогов. Мы же бывает такое, что даже иногда область своих, скажем так, будущих дел выбираем, в зависимости от того, какой любимый предмет был в школе. А любимый предмет появляется от чего? То, что нравился учитель по этому предмету. Татьяна Трофимова, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Около 14 миллионов рублей получат Чуваши из федерального бюджета на внедрение в школах республики системы мониторинга здоровья учащихся. Деньги направят на приобретение отечественного оборудования для обследования детей с ограниченными возможностями, на проведение медицинских осмотров, скрининг обследований, на развитие системы раннего выявления заболеваний. Чебоксарское троллейбусное управление подан иск в арбитражный суд. Поставщик электроэнергии был вынужден принять такое решение из-за большой задолженности предприятия. Как быть в сложной ситуации и возможно ли избежать банкротства управления? Сегодня обсуждали на совещании все заинтересованные стороны. Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов прокомментировал ситуацию. Общая нагрузка долговая за потребленную энергию у предприятия Чебоксарское троллейбусное управление составляет 156 миллионов рублей на данный момент. Эта задолженность во многом возникла в последние 2-3 года, она сильно увеличилась. И во многом это связано, безусловно, с ростом стоимости электрической энергии. Как говорят в руководстве Чебоксарского троллейбусного управления, в этом году стоимость электроэнергии выросла на 25%. А при том, что основные расходы до 30% троллейбусного управления, это занимает как раз электричество, безусловно, это усугубило положение троллейбусников. В дальнейшем будут проводиться работы по тому, чтобы тариф был адекватный. Сейчас, кстати, в правительство Российской Федерации внесены законопроекты о определении цены для троллейбусных управлений в целом по Российской Федерации на уровне как для простых граждан, для простых домохозяйств. Это, безусловно, возможно, изменит ситуацию. А что касается непосредственно нашего Чебоксарского троллейбусного управления, безусловно, придется принимать и республике, и муниципалитету какие-то серьезные шаги определенные для того, чтобы закрыть эту финансовую брешь в краткосрочном периоде, для того, чтобы предприятие продолжило существовать. По осени в Чебоксарах посчитают дворы, вернее, зафиксируют состояние каждого из них. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в столице заканчивается инвентаризация дворовых территорий. Формирование комфортной городской среды в рамках этой программы. В 2017 году в Чебоксарах начали ремонтировать дворы и общественные пространства. Какие-то уже благоустроили, но большую часть еще только предстоит. В связи с реализацией данного проекта мы столкнулись с такой проблемой о нехватке полной и достоверной информации о состоянии дворовых территорий и общественных пространств. В связи с этим вышло постановление правительства Российской Федерации о инвентаризации дворовых территорий. Данные инвентаризации должны помочь специалистам понять, где в первую очередь перестелить асфальт, где не хватает скамейк и урн, а где нужно срочно обновить детскую площадку. В городе 2,5 тысячи дворов, однако на данный момент большая часть уже прошла инвентаризацию. На каждый двор специалисты тратят не больше 40 минут благодаря специальной программе. Как только инвентаризация будет завершена, на основании всех полученных данных в составе так называемый реестр дворовых и общественных территорий. Десять лет назад в Чебоксарах появился Институт территориального общественного самоуправления. Одним из первых в городе организовали ТОС «Звездный». О том, как изменилась жизнь микрорайона с момента его создания, узнавала моя коллега Галина Титарчук. Татьяна Тихонова руководит ТОСом «Звездный» самого его основания. Под ее началом 36 многоквартирных домов. Территория большая. Признается, начинать было непросто. В конце мая у нас в этой школе прошла конференция, на которой мы выбрали 13 человек Совета ТОС. Рассказали людям, что такое ТОС, пришли с администрации, конечно, мы еще толком не знали, как это, что будет, но инициативные люди нашлись. ТОС стал частью системы местного самоуправления. В связищее звено между жителями и властью самые насущные вопросы адресуются чиновникам и депутатам. Самая основная наша работа, конечно, это взаимосвязь с жителями и с администрацией города, с администрацией района нашего, с депутатами. Инициатива всегда шла от народа. Вот что хотел народ, это мы доносили до администрации, до наших депутатов, чтобы была комфортная среда, чтобы нам было приятно жить, приятно общаться с соседями. И вот одно из, конечно, вовлечь побольше людей в активную жизнь – двора. Большинство из того, что удалось сделать за 10 лет, сделано именно по инициативе и с непосредственным участием самих жителей. К примеру, несколько лет назад вот эту заброшенную территорию удалось превратить в настоящую аллею искусств. Отремонтировали дорожки, тротуары, установили скульптуры, новые лавочки, светильники. Совсем недавно обустроили и спортивную площадку. Живу здесь с самого рождения. Я не понаслышке знаю, как детям здесь раньше было грустно. Когда они ходили, здесь был просто пустырь. А сейчас мы здесь можем гулять, можем веселиться, можем заниматься спортом. Именно ТОСовцы организуют встречи с депутатами, проводят субботники, навещают ветеранов, устраивают спортивные праздники для детей. ТОСы – это очень хорошо. Мы вот как-то в одно время будто бы заснули. Мы ведь дети советских времен, советское воспитание. Кто-то у нас начинали с октября, потом поступали в пионеры, комсомолы, в партию и так далее. Мы всегда как-то жили, выполняли общественные работы. А в одно время как-то мы потерялись, а вот все нашли, активизировались, работаем. 58 ТОСов только в столице. Серьезная двигающая сила. Всех их объединяет одно – любовь к родному городу и желание сделать мир вокруг себя лучше. Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика. Для местных домов культуры настали благоприятные времена. В Чуваши успешно работает общероссийский проект поддержки сельских клубов. На его реализацию в этом году направлено 34 миллиона рублей. Для жителей Поваркасы Цивильского района сельский дом культуры – любимое место досуга. Добротное здание – яркий образец советского модернизма, построенное еще в 60-х годах. С тех пор здесь проводился только косметический ремонт. В рамках федерального финансирования за короткий летний сезон преобразился внешний облик здания. Отремонтирована кровля. Фойе – новые полы, потолки и стены. Во всем здании заменена электропроводка и система отопления. Культурный досуг, если мы не можем организовывать, молодежь жить не будет. Поэтому надо, видимо, начинать с этого места. Притягивать народ. Кружки у нас работают самодеятельно, в хорошем уровне. Кружки, дети занимаются. Вот с ними будем заниматься. Естественно, народ не будет убегать. Впереди реконструкция зрительного зала. Мест тут больше 150. Первые торжества в обновленном очаге культуры начнут проводить сразу после открытия, к декабрю. Местные жители не скрывают радости. По родному храму культуры они уже соскучились. Клуб очень нравится. Молодежь давно ждет. Хочет, уже рвется. Кружки какие-то все равно есть. Хочется собираться все вместе. Вот это сообща, что-то делать, творить, и концерты, и все такое. Дом культуры в Малых Кибечах архитектурно куда скромнее. Когда-то это была школьная мастерская. Основные работы здесь завершены. Надежная крыша и приличный фасад. Внутри современный, стильный, яркий интерьер. Ждут установки новые мягкие кресла и звуковое оборудование, которые прибудут буквально на днях. Весь ремонт обошелся почти в 6 миллионов рублей. Учаг культуры обязательно нужен. Как без этого? Люди-то все равно тянутся. Вроде сейчас интернет, телевидение есть. Но люди, особенно старые, выходят, друг с другом общаются. Сейчас интересуются, когда говорят, открытие будет, чтобы поскорее сюда прийти. Места хватило и клубу, и библиотеке. После капитального ремонта жители и гости села будут отмечать свои праздники и проводить мероприятия на удобной современной площадке. Новая жизнь здесь начнется уже в конце октября. Такая же яркая и насыщенная, как прежде. У нас работает кружок Качьи-Улах. Туда ходят предпенсионные жители села. Мы в этом кружке и поем, и у нас бяжем. Разные игрушки, разные цветы, разные платки. Проект «Местный дом культуры» рассчитан на 5 лет. Уже на сегодняшний день более трети сельских клубов в республике отвечают современным требованиям. В этом году в нашу республику более 33 миллионов направили средства федеральной власти и более 4 миллионов направила наша республика. То есть, итого, более 38 миллионов мы направляем на реконструкции, на строительство, на ремонт сельских домов культуры. Рифуат Фаткулин, Арена Гавилян, Республика. Ученые-археологи сегодня собрали всех желающих, чтобы показать самые значимые находки летних раскопок. Это была одна из самых многолюдных пресс-конференций, что лишний раз доказывает. Интерес к истории по-прежнему высок. Мы видим, что бумага очень хорошо режется. Режется так же, как лезвие. Видите, да? Как здорово получается. Несмотря на то, что возраст этого предмета 20 тысяч лет. И мы видим, как все было порезано вот этим вот самым предметом. На сегодня эти кремниевые орудия – самые древние находки на территории Чуваши. Человеческая стоянка эпохи Палеолит обнаружена в Цивильском районе. И археологи предполагают, что с уходом ледника сюда пришли люди, которые охотились на диких животных. На такие выводы ученых натолкнуло огромное количество нуклеусов. Нуклеусы – это такие большие недостаточно камни, которые в результате филигральной обработки образуются из желобаков. Нуклеусы служат для того, чтобы изготавлять из них орудия путем отщепления. Кроме того, в этом сезоне археологи продолжили работу в Большей Алгашинском городище Шумерлинского района, относящемся к Бронзовому веку, на Синдемиркинском могильнике, где преимущественно встречаются изделия из обработанного железа и на других объектах. Находок очень много, поэтому ученые берут паузу как минимум на год, чтобы обработать полученные материалы. Единственный объект, раскопки на котором будут продолжены – сквер по улице Константина Иванова в Чебоксарах. Напомним, осенью здесь началась реконструкция, но строители не согласовали это с археологами, в результате повредили в нескольких местах культурный слой. Ученым пришлось вести спасательные работы. Исследования проводились точечно, но и они принесли интересные результаты. Одна из интереснейших находок – это летая медная икона. Мы знаем, что такие иконы бытовали в XVI – начале XVII века, но позднее по древним оригиналам делались копии. Они доживали до XIX века. Этот год стал важным для ученых. Была издана археологическая карта Чувашия – результат обобщения многолетних трудов. На ней уже значится несколько тысяч памятников истории, а сколько еще предстоит добавить. Кроме того, с обнаружением какого-либо артефакта настоящая работа только начинается. Это, во-первых, изучение объектов археологического наследия. В данном случае мы говорим именно об этом. Второе – это сохранение объектов археологического наследия и их популяризация. У нас достаточно объектов археологического наследия, однако их нельзя показывать туристам, посетовал Петр Краснов. Средств на консервацию особо интересных объектов не выделяется, и эту проблему нужно как-то решать. Ученые и депутаты Госсовета Чувашии уже запланировали круглый стол по вопросам археологии. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Завтра встретимся в это же время в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин